АРТИСТЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ДРАМТЕАТРА ГОТОВИТ ПРЕМЬЕРУ ПРАЗНИЧНОГО СПЕКТАКЛЯ «Свежая малина в феврале». Подробнее об этом расскажем сегодня в международной программе «Середина земли». В казенных стенах цирк Бурятии вынужден скитаться по съемным помещениям. Подробности сегодня в «Середине земли». В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». По традиции начнем с новостей Забайкальского края. О них вам расскажут корреспонденты из Читы и я, Яна Ершова. Здравствуйте. В Чите прошли публичные слушания на тему бюджета нашего региона. В них приняли участие жители города, депутаты законодательного собрания, специалисты городской администрации, а также члены общественной и контрольно-счетной палат. Бюджет края на 2016 год уже не раз называли сложным. На многие сферы суммы, заложенные в бюджете, значительно меньше, чем в 2015 году. По проекту закона о бюджете дефицит составит 460 миллионов рублей. Общий объем доходов бюджета в будущем году по проекту составит 37 миллиардов рублей. Объем расходов чуть больше – 37,4 миллиарда. Бюджет только на один год вызывает очень серьезную озабоченность среди депутатского корпуса. Я думаю, на сегодняшних публичных слушаниях мы услышим мнение общественных организаций, глаз народа, так сказать, о тех проблемах, которые лежат на поверхности. Это, естественно, социальная сфера в виде здравоохранения. Мы говорим о том, что в настоящей редакции бюджета не полная сумма заложена, не стопроцентная на взносы за неработающее население. И также большой вопрос вызывает у депутатов. Я думаю, что в общественности это замена субвенций на общее образование, на дотации. Депутат Краевого законодательного собрания Игорь Лиханов затронул три темы. Обеспечение льготников медикаментами, заработные платы учителей и отдых детей в летнее время. Считаем необходимым, что должны быть предусмотрены меры на недопущение сокращения расходов на такие моменты, как реализация закона Забайкальского края о мерах социальной поддержки, оказания медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении отдельным категориям граждан. Имеется в виду обеспечение медикаментами, в первую очередь. Сегодня, к сожалению, от необходимого мы можем обеспечивать только 25% от потребности. И отдельной темой, я считаю, что пора подойти к изменению стоимости питания детей, особенно тех детей, которые участвуют в летнем отдыхе и находятся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день эта сумма составляет 112 рублей в сутки. Учитывая инфляцию с 2012 года, эта сумма не менялась, то есть следует пересмотреть. Вопрос питания учащихся беспокоит и Татьяну Клименко, члена общественной палаты. Она вынесла на обсуждение проблемы, касающиеся образования. Также обратила внимание на тему школьного транспорта. В 2015 году в Забайкальском крае не было приобретено ни одного автобуса. И на этот год не планируется приобретение тоже автобусов. А у нас сейчас ситуация такая, поскольку мы мониторим в общественной палате, то у нас потребность на 2015 год была 60 автобусов, примерно за год возрастает эта потребность в 30. То есть сегодня 95 автобусов. Один автобус стоит 1 миллион 700 тысяч рублей. Представляете, какая сумма нужна сегодня для того, чтобы приобрести такое количество автобусов. Вот я думаю, что все те копейки, которые соберет краевой бюджет, там все прописано, они молодцы, это все замечательно прописано, но распределить их надо все-таки, выделяя некоторые приоритеты. Предложения, которые сегодня прозвучали, депутаты направят разработчикам бюджета, региональному правительству. Пока народных избранников эта редакция не устраивает. Они готовы продолжить работу с главным финансовым документом края вместе с Министерством финансов. 7 декабря Комитет по бюджетной и налоговой политике примет решение, с какой рекомендацией вынести документ на пленарное заседание. Принять или отклонить? Марина Герасимова, Дмитрий Пенигин, Середина земли, Забайкальский край. О любви и одиночестве планируют рассказать четинцам артисты Забайкальского драмтеатра. Они готовят премьеру праздничного спектакля «Свежая малина» в феврале. На генеральной репетиции побывала наша съемочная группа. I'm in heaven and the cares that hung around me through the week. Спектакль со вкусным названием «Свежая малина» в феврале актеры драмтеатра готовили около месяца. Лирическую комедию они поставили по мотивам пьесы Ричарда Байера «Смешанные чувства». Именно такие эмоции должен испытать зритель. Здесь есть все. Любовь, одиночество, размышления, душевные терзания. Но, безусловно, не без доли юмора. Действия происходят в современном Нью-Йорке. В спектакле играют четыре актера в главных ролях Сергей Юлин и Светлана Зогров. Их героям Кристине и Герману уже далеко за 50. Они дружат уже больше 30 лет. И, кажется, наконец они решились кардинально изменить свою жизнь, чтобы уже начать жить. «Так ты выйдешь за меня замужем? Выйду ли я за тебя замужем?» «Ты правильно повторила мой вопрос». «Героиня Кристина, какая она?» «Какая?» «Она женщина. Милая, нежная. Беззащитная. В то же время сильная. Как каждая женщина». «Проводите какие-то параллели, может быть, с собой, с ней? Есть что-то общее между вами?» «Вы знаете, я хотела бы на нее быть похожим, потому что по характеру я не такая. И Зоя Борисовна, у нас режиссер, она очень сильно меня ломала. Потому что я не такая, я импульсивная больше, не сдержанная». По словам актеров, эту пьесу мирового репертуара уже переиграли все западные звезды. Теперь очередь дошла до четы. Анастасия Новгородова, Дмитрий Пенигин. Середина земли. Забайкальский край. «Живой мир истоков Амура» глазами Виктора Ешнова. Сегодня состоялась презентация фотоальбома директора Сахандинского заповедника. В ней более 200 работ, сделанных в период с 2010 по 2015 годы. «Стараюсь как-то в тайге, где никто не был, никто не видит, из-за камня где-то, из-за дерева. Вот такие вот моменты очень интересные, даже вот сюжеты такие, чтобы какие-то изюминки, не просто снять животное, а какие-то изюминки из их жизни. Вот это вот очень увлекает». За одним удачным снимком он может охотиться неделю и днем и ночью. Хотел бы больше, но вот должность не позволяет надолго отлучаться от важных дел. Виктор Ешнов окончил Московский лесотехнический институт, переехал в Забайкаль и работал главным лесничем. А с 1990-го назначен директором Сахандинского заповедника. В 2003-м по необходимости пришлось вспомнить и детское увлечение фотографией. «У нас стал вопрос по выпуску заповедника какого-то памятного такого издания. И фотограф, с которым мы сотрудничали, он запросил очень серьезные деньги. И вот пришлось самому взять в руки фотоаппарат и немножко, вроде бы, серьезнее заняться этим делом. Ну вот выпустили тогда журнальчик, ну и как-то увлекся, увлекся». Количество фотографий в архивах Виктор Ешнов не считал, но предполагает, что их около 30 тысяч. В основном животные. Снимки достаются по-разному. Некоторые западают глубоко в душу. «Есть интересные там фотографии сахатых, вот, в рев. Горностайчик беленький, как сахар, когда все кругом черно, беленький, как сахар. Тоже такая своеобразная, интересная. Сейчас вот новогодние каникулы, 10 дней, слава тебе Господи. Я думаю, вот это Новый год, в парад на шею, на 10 дней вот в Ютуб тайгу снимать». Улан-Уденец Павел Таргашин стал Джеймсом Бондом. Он выиграл конкурс популярного мужского журнала на звание «Супершпионом». Молодому человеку удалось обойти сотни претендентов со всей страны. Подробности победы узнаем у наших коллег из Бурятии. Здравствуйте, коллега. За нашего земляка проголосовало 565 человек. Ближайшим конкурентом за звание был молодой человек из Екатеринбурга. Но успех Павла в конкурсе был неоспорим, а его безукоризненный образ завершил смокинг и решительный взгляд. Согласно правилам конкурса, призом для победителя стал настоящий кейс спецагента. Теперь к другим событиям. Бездомные артисты. У цирка Бурятии, которому в этом году исполняется 15 лет, нет собственного репетиционного здания. Творческий коллектив вынужден переезжать с летней площадки на съемную. Ее аренда влетает в копеечку. Зои Цыднишеева продолжит. Просторный зал, хорошее освещение и необходимое для тренировок оборудование. Условия для работы есть, констатирует директор цирка Бурятии Наталья Борисова. Но это помещение приходится арендовать. Мера вынужденная и недешевая. В год обходится бюджет у Бурятии в полтора миллиона рублей. Мы имеем возможность здесь с утра до вечера заниматься репетицией. То есть улучшать свое мастерство, улучшать уровень своей работы, осваивать новый реквизит. Творческий коллектив мечтает о собственном здании цирка. С большой ареной, качественным светом и звуком. А еще удобными служебными помещениями и гримерными. Проектно-сметная документация здания мечты уже есть. Вот только построить его в кризисное время не представляется возможным. Поэтому руководство цирка совместно с Министерством культуры Бурятии начали обдумывать другой вариант. Это некапитальные, легковозводимые здания, сооружения. То есть каркасные. Сейчас очень много современных технологий. То есть если это сделать на сваях, обшить, грубо говоря, сэндвич-панелями, сделать, ввести благоустройство. То есть в принципе это все возможно. И это не так затратно, как иметь капитальные здания. У цирка есть своя арена, но она небольшая. Шапитов в парке имени Орешкова работает только летом. На призавтраке министр культуры Бурятии Тимур Цибиков поделился ближайшими планами. У нас повышаются требования к работе цирка Шапито. Мы хотим, чтобы он работал фактически все лето на своей площадке. Давал 30-40-минутные представления. И чтобы у посетителей парка была возможность относительно недорого сходить на цирковое представление. Поддержку со стороны правительства цирк Бурятии чувствует. Например, Министерство культуры помогло приобрести мощное техническое оборудование. Благодаря ему в эти новогодние праздники зрители смогут увидеть нечто совершенно новое. Это как ходьба по канату. Но это трос, очень туго натянутый, на высоте 2,5 метра. Артист делает разнообразные трюки. К нам приезжала в прошлом году Марина Осинская, знаменитая. Это единственная в мире канатоходка, которая работала на высоте 9 метров. И она вместе с нами работала и сказала, что такой аппаратуры даже нет в московских цирках. Однако, чтобы развивать свой творческий потенциал, артистам не хватает высоты. Для выполнения сложнейших акробатических трюков необходимы потолки в 13 метров. На деле трупы репетируют в здании с высотой в 9. А ведь всего пары метров не хватает воздушным гимнастам, чтобы дотянуться до мечты. Показать свое цирковое мастерство на международных площадках и фестивалях. Зоя Ценишеева, Евгений Павлов, Середина земли, Бурятия. О перспективах развития нетрадиционной медицины говорили в Госдуме. Инициатор встречи депутат от Бурятии Ильичей Матханов. В обсуждении приняли участие законотворцы, ученые, представители медицинских центров и Минздрава России. Подробности у Булата Ценишеева. Принятые несколько лет назад федеральные законы о здоровье граждан и об обороте лекарственных средств поставили традиционную медицину вне закона. Из реестра врачебных специальностей исключены были рефлексотерапевт, герудотерапевт. Зарегистрировать гомеопатические фитопрепараты стало проблемой. Ситуацию нужно было менять. Когда у нас очень большие сложности в нашем здравоохранении, я думаю, традиционная медицина могла прийти на помощь именно выздоравливанию нашего населения Российской Федерации. С момента проведения первого круглого стола в феврале 2014 года сделан серьезный рывок вперед. Создан экспертный совет в Госдуме, рабочая группа при Минздраве, внесены поправки в закон об обороте лекарственных средств. Кроме того, Россия вошла в Европейский союз комплиментарной медицины, в развитие традиционной медицины заинтересованы и страны ШОС. В этой связи возникла идея создавать такие проекты, которые поднимали бы инфраструктуру с колен. У нас было огромное количество санаториев, которые сейчас поднимали бы создание новых центров, в том числе, например, центров Бурятии, которые активно и хорошо используют медицину. По мнению Ренчея Матханова, Бурятия могла бы стать опорной площадкой для развития традиционной медицины. Опыт бурят-монгольской медицины широко и, главное, эффективно используется в нашем регионе. Создание байкальского санаторно-курортного кластера на территории нашей республики могло бы привлечь федеральные средства, стать изюминкой региона и внести реальный вклад в экономику Бурятии. Следующий слайд. Китай активно перенимает опыт. На связи с нами Пекин. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. В студии Сянжунай. На ближайшем минуте мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. В Кайнер завершился фестиваль российской культуры. Его финальным аккордом стало совместное выступление Народного ассамбля России имени Людмилы Зыкиной и Китайского оркестра народных инструментов «Запретный город». На концерте побывала и наш корреспондент Ци Цзин. Для ансамбля имени Людмилы Зыкиной покорить китайского зрителя русскими композициями – задача несложная. Другое дело – исполнение китайской традиционной музыки совместно с музыкантами оркестра китайских народных инструментов. Лидируяся партия в этой композиции – убибой. Стронный инструмент – семейство летнивых известен россиянам. Но совместная аранжировка – дело непростое. Принципы исполнения на них, принципы игры. Конечно, для этого потребовалось время, понимание и переосмысление. Но хочу подчеркнуть, что это очень интересная работа. И вот эти дни, которые сегодня и сейчас мы провели здесь, они для нас были очень важны, очень полезны, потому что у нас еще появились новые идеи музыкальные. И мы, конечно, будем их тоже совместно готовить и реализовывать. Совместное выступление ансамбля Цыгинной и оркестра китайских народных инструментов «Запретный город» – только один из примеров успешного сотрудничества в рамках фестиваля российской культуры в Китае. Он стартовал в апреле с концерта известного джазмэна Данила Крамера с китайским джазбэндом «Золотой Будо». Всего за это время различные выступления российских артистов и музыкантов в Китае посмотрели свыше 50 тысяч зрителей. В этом году мы провели более 50 различных мероприятий. Мероприятия проводились в крупных городах – в Шанхае, в Пекине, в Тиньзине, в Чунцине. Мы, проводя эти мероприятия, можем с всей ответственностью говорить, понимать, что уровень искусства, уровень нашей сотрудничества в области культуры все время повышается. Фестиваль российской культуры в Китае подошел к совершению. Но останавливаться над достигнутым организатором не собирался. Совсем скоро статуют новые совместные проекты – фестиваль китайской культуры в России. В Министерстве культуры ГНР планируют охватить фестивали не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие российские регионы. В планах также не ограничиваться традиционным китайским искусством, но и представить новейшие достижения, в том числе в классической опере и балете. В рамках фестиваля пройдут и различные семинары, конференции и мастер-классы для коллег из культурной индустрии России. В сафари-парке провинции Юньнань праздник. Ровно месяц исполнился белым тигрятом-петерняшком. О том, как себя чувствуют малыши и их мать знают мои коллеги. Редкое явление рождения тигрят-петерняшек произошло в Юньнаньском сафари-парке месяц назад. Сейчас малыши размером с обычных кошек. Чувствуют они себя хорошо и стремительно прибавляют в весе. «Где-то в две недели они начали открывать глаза. Неплохо кушали. У их матери не хватало молока на всех, а у нас здесь как раз была другая тигрица, которой подошло время перестать кормить своих тигрят. Вот ей-то мы двух малышей подросили. Она почти сразу их приняла и начала кормить». Шестилетняя тигрица стала матерью уже в третий раз, но пятерняшек родила впервые. Впрочем, оправилась она быстро и сейчас целыми днями не отходит от котят. «Этим малышам повезло. У них словно две мамы. Обе ухаживают за ними, учат ходить. Два малыша уже хорошо бегают. Остальные трое учатся помедленнее и пока ещё не очень крепко стоят на ногах». Тигрицам-кормилицам пересмотрели рацион, дают более питательные продукты, чтобы малыши росли здоровыми. А ещё через пару месяцев, рассказывает Байто, тигрята и сами начнут пробовать мясо. «Обычно первые три месяца тигрята питаются только материнским молоком. Потом потихоньку начинают переходить на мясо. А между полугодом и девятью месяцами они полностью переходят на взрослый корм». Белые тигры в Китае внесены в список особо охраняемых животных. Основными ареалами их обитания являются провинции Юньдань и Тибет. Сейчас там в общей сложности около 200 особей. Очень быстро растёт популяция белых тигров в Юньданском сафари-парке. В 2010 году туда завезли первую пару полосатых кошек. А сейчас их уже 37. У меня на этом всё. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Не упустите уникальную возможность передать свой видео-привет в программе «Середина земли». Если вас связывает интересная история с Забайкальем, Бурятией или Китаем, обращайтесь в редакцию международных программ телекомпании «Аист». Подробная информация по телефону 33 44 02.